Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал, Instagram и страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Андрей Черкасов хоть и покинул проект, но мы с ним не расстаемся. Не расстраивайтесь, пишет Андрей. Я не пропаду из эфиров. Организаторы сделали мне отличное предложение. И это не конец, это начало чего-то нового. Теперь Андрей станет наставником реалити-шоу. Он будет жить за периметром и время от времени приезжать на площадку на съемки. Валера Блюмингранц и Тата Абрамсон разругались и расстались в результате ночного скандала. Тата подала на него очередной иск в суд. Валерий сначала переехал в мужскую спальню, а потом и вовсе ушел с проекта. Ходят слухи, что он возвращается к бывшей девушке с которой помирился. Тата жутко расстроена предательством человека, к которому она испытывала настоящую симпатию. Девушка даже подумывает о том, чтобы покинуть проект. Ваня Барзиков временно покинул периметр и улетел по делам в Таиланд. И перед своей поездкой он устроил Майе Донцовой сюрприз. Ваня решил сделать девушке приятное перед женским голосованием. Костя Иванов признался Саша Гозиас в чувствах. Он написал, «Встречаешь сотни людей, и никто из них не трогает, но потом кто-то один меняет твою жизнь навсегда». Татьяна Владимировна Африкантова сообщила, что ее супруг не хочет жить на проекте. После недельного пребывания на поляне он дома целый день отсыпался, и заманить его обратно на проект будет трудно. Он находит 100 причин, чтобы остаться дома. Татьяна Владимировна пишет, «Мы подумали и решили, если Марины мы нужны, то останемся. Если нет, то ноги в руки и бежать на свободу». К тому же Татьяна Владимировна продолжает ругаться с Кристиной Лисковец, а ее муж очень не любит выяснения отношений. Ходят слухи о трагедии в семье Кристины Лисковец. Стало известно, что мама девушки тяжело больна, она попала в реанимацию. Некоторые источники сообщают, что она находится в коме. Сама Кристина никак не реагирует на подобные новости в сети. Возможно, все не так плохо. Либо же Кристине важнее участие в телепроекте, чем возможность быть рядом с мамой. Ольга Бузова провела вторую презентацию своей книги в Москве. Было очень много ее фанатов. Теперь в планах Бузовой Санкт-Петербург. Она пишет, «Мои люди, я еду к вам. Дорогие, жду вас всех на презентацию моей книги». Нелли Ермолаева похвасталась новым местом работы на телевидении. «Наконец-то я стала соведущей Андрея Малахова. Шучу, пока я только эксперт, но пусть говорят». Поклонники Нелли уверены, что с ее опытом она вполне может стать соведущей Андрея Малахова с легкостью. Как вы помните, в ноябре 2015 года Ольга Бузова сменила машину. Она купила новый Мерседес за 7 миллионов рублей. Тогда Ольга скрывала номер автомобиля как могла. Теперь же она случайно или намеренно рассекретила номер машины. Она сняла на фоне шикарного автомобиля ролик. Внимательные фанаты Ольги заметили, что номер у Мерседеса явно блатной. Дело в том, что в мае 2015 года в России вышел закон об ужесточении наказания для тех, кто продает блатные номера на машину. Но, похоже, Ольгу Бузову это не коснулось. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, Instagram и страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ.